Большой привет! Меня зовут Марина и сегодня обзор заказов с сайта Валберис. Если вы любите такие видео, конечно, проходите, смотрите. Все ссылочки оставляю я в инфобоксе на эти товары и также оставлю еще в закрепленных комментариях. Цены буду прописывать и поговорить, поэтому ориентируйтесь по цене. Я как бы не старалась поймать самую низкую цену, все равно бывает так, что цена еще падает ниже неожиданно для меня. Ну, это как всегда, на Валберисе такое постоянно, по-моему, бывает. Ну и поехали. Вот такой набор меня заинтересовал. Это набор у нас пакетов обычных полиэтиленовых. И за хорошую цену что-то там 200 рублей стоит. По-моему, 15 пакетов. Зачем мне гадать, если тут написано, наверное. Подарочные пакеты красно-розовый милаш. Нет, не написано сколько. Как видите, упакована, запаяно, все отлично. Я тут уже вскрыла. Давайте посмотрим. Пакетики яркие, нарядные и даже можно их использовать на праздники. Также в подарок продавец складывает открыточку. Это здорово, там за 200 рублей открытка. Кстати, очень миленькая конвертик. И давайте посмотрим сами пакетики. Разного размера и на разные. Как бы можно просто воспользоваться и на праздники. Вполне подойдут на различные, кроме Нового года. Вот такой прикольный пакет идет. Кстати, размеры хорошие, то есть это не самый маленький. О, какой прикольный. Мужской. Еще интересный пацанячий. Совсем малышковый. Это маленькие пакетики. Такие, знаете, как косметические. И остаются у нас три больших пакета. Отличные пакеты для обычного пользования. Я так понимаю, для презентов, на подарки. В общем, кому куда. Хорошие расходники. На сайте вы можете найти также и новогодние наборы. Покупайте. Цены вполне адекватные. Ну, по крайней мере, этот набор вышел не дороже магазина. Даже, по-моему, я высчитывала. Ну, не высчитывала, а так проверяла. Мне показалось, что такой набор мне было купить выгоднее, нежели я буду то же самое покупать в наших магазинах. И мне здесь понравились расцветки. Они классно просто подобраны. Вот такую красоту я нашла на сайте Валдбитс. Посмотрите. Я заказала себе вот такую паровую масочку. Вернее сказать, масочки. В этой коробочке пять масок находятся. Это паровые маски от китайской фирмы бренда Тинг Севен. После использования я заказала еще маски. Вот такие. Они идут в ассортименте. Моя маска идет с экстрактом ромашки и с ароматом ромашки. Далее я еще выбрала с лавандой. Экстракт лаванды и аромат лаванды. Далее с розой. И без аромата. А специально не стала распаковывать, показать, решила вам, как выглядит она при доставке. Упаковка. Мне понравилось. Очень качественно оформлено. То есть никак попало в какой-то тоненький пакетик. Здесь и пупырка, плотная пленка и все начато запаяно. Никто в нее не заглянет и не доберется. Вот так выглядит коробочка. Это набор, который идет без аромата. Я думаю, что оформление упаковки можно под достоинство оценить. Очень красивое и подарочное. На каждой коробочке наклеены вот такие милые очаровательные стикеры. Чудное оформление. Очень красивое. Оформление самих масочек. Яркое достаточно. Ну, я считаю, такой продукт не стыдно подарить. Поэтому я купила на подарки. Масочки сделаны из очень приятного, такого целлюлозного материала. Внутри выглядит все вот так. Вот так мы это все разделяем. Надеваем на уши вот эти вот петли. Кстати, достаточно очень хорошо сидит, не сползая. То есть я лежала с этими масками, сидела. Все держится отлично. И внутри очень-очень мягкий, нежный материал. И очень приятен к соприкосновению с кожей. Да даже руками просто очень приятно гладить. После того, как вы их вот так вытаскиваете, маска начинает нагреваться автоматически. Поэтому сразу нужно, после скрытия ее, сразу надевать себе на глаза. Смотрите, какая прелесть. На подарок я просто отлично. Я осталась очень довольна. Паровые маски китайские от бренда Тин Севен помогают справиться с чувством усталости, жжения, сухости, затуманенности, а ощущение песка в глазах. Так это и есть. После того, как я посидела минут 20 с этой маской, они еще отличаются тем, что у них тепло, которое до 40 градусов доходит при нагревании, сохраняется долго. То есть это не 5-10 минут, как у более бюджетных масок. То есть там практически полчаса вы можете спокойно в них засыпать, используя их перед сном. Либо после компьютера надеть и посидеть в них. То есть полчаса это время релакса 100% будет ваше, потому что тепло будет сохраняться. И действительно, пойму то, что у меня усталость в глаз пропала, так еще и песок отраселся. Эта штука работает. Я думаю, те люди, которые давно пользуются такими похожими масками, подтвердят мои слова. Так что это согревающая терапия, такая паровая, которая нагреет ваши глазки. Естественно, прям чувствуется, что кровообращение улучшается в глазах, что, естественно, очень положительно будет отражаться на зрение. Не в смысле лечения, а в смысле воздействия благоприятного на зрение. Все-таки зрение у меня после маски даже четче становится, нежели до маски. Это уже 100% у меня был такой эффект. Что сказать по аромату? Ароматы очень тонкие и еле заметные. Поэтому вы покупаете любую маску, любую. Без разницы, вас не будет напрягать аромат. Здесь нет ярких ароматов. То есть они такие тонкие, что вы можете даже их не почувствовать. Что я считаю и хорошо. Потому что когда на глазах такая теплая маска, она еще разгоряченная в какой-то период, то аромат, скорее всего, здесь начнет просто раздражать. Вот по моему мнению. Здесь же все сбалансировано. Так что я купила эти маски еще в подарок. Для хорошего сна, для релакса. В наше сейчас очень легкое время. Надо как-то уходить от действительности, действительно расслабляться. Поэтому эти масочки, я считаю, что очень хорошо подойдут. Но у них есть определенные правила. У кого есть глоукома, нельзя этими масками пользоваться. И какие-то еще заболевания глазные. То есть вы должны иметь в виду, что если у вас какие-то глазные заболевания, там может быть серьезные еще какие-то, тогда эти маски не рекомендуются. Лучше проконсультироваться с врачом. Я тут подумала, как мне сделать для подарка. Наверное, я тут половину масочки себе оставлю. А вот две упаковки перемешают друг дружкой, чтобы они были разные цвета в одной коробочке. Думаю, это будет интереснее даже на подарок, нежели это будет одна цветовая гамма. Далее, все-таки я заказала мужу носки, потому что муж говорит, ну хватит, пора и мне, заказывай только себе до себе. Так, мужской набор выглядит вот так. Муж на него посмотрел и сказал, действительно, можно кому-нибудь на подарок подарить. Я говорю, давай тебе. Он говорит, нет, только не мне. И по весу, знаете, они прям такие потяжелее женских будут носочков. Кстати, это упаковочка потяжелее, значит носки качественнее, потолще. Это у нас Фанна и Сильва, а нас никто не знает, удивили всех, станем первым. Так, что здесь у нас? Я взяла самые большие размеры, на всякий случай. Но обычно носки идут размер-размер. Три расцветки, это прям идеальный вариант. Женские носочки, которые я вам уже показывала, конечно же, я им довольна. Вот, тепленькие, сейчас осень и достаточно прохладно. И они именно греют, благодаря своей плотности. ХБ, ноги ни в коем случае не потеют, резинкой не давят. Здесь 8 пар. Не, хорошенькие носки, хорошие носочки. Все по две пары. Ну, резиночки, все хорошо. Не дохлая резинка. А то у мужчин очень часто резинки тут разлазиваются. Здесь крепкая, то, что вот, допустим, мне устраивает даже очень. Тянутся хорошо. Плотненькие, нерыхлые. Самое главное, они нерыхлые. Мне это нравится. Мне нравится идеальный расцвет. Идеальные расцветки просто для мужского гардероба носков. Так, вот такой какой-то сливочно-молочный бежевый цвет. Тоже здорово. Нет, классные носки. Отличные носочки. Качество у них друг другу идентично. Ну и черные. Идеально гладкие. Идеально гладкие носочки. И вот такой купончик для скидочки 50 рублей. Скидка рабочая. И приятный понус. Если действительно хотите выбрать эти носки на подарок, выбирайте. Вам будет не стыдно их подарить, потому что это носки достаточно хорошего качества. Я думаю, человек будет вспоминать их, которому вы их подарили. Или на 23 февраля. А может на Новый год подарок вы вложите как дополнение. Запросто может такое быть. Ну, обычно, я думаю, носки дарят не мужья в основном. Правильно же? А вот родственникам, дедушкам, папам. Они никогда не откажутся от носочков. Такому дополнению к подарку, естественно, просто замечательно. Это расходники, которые всегда всем нужны. Далее. У меня очередные крючки на помидоры для огородных работ и дел. Здесь должно быть 50 штук. Я не считала. Так. Если я цены забываю проговаривать, я буду стараться в уголочке где-то тут писать. Это, по-моему, рублей 160 я за них отдала. 50 штук написано. 13 сантиметров. Кисто держать для томатов. Я показывала уже, как примерно все это работает в прошлых видео в Алберис. Поэтому, если вам интересно, как эти штуки работают, пожалуйста, просто смотрите там. Я показывала про них более подробно. Так. Вот такой набор супов от Кулинара я заказывала себе. Что-то проблема с гороховым супом у нас нарисовалась в магазинах. Не могу нормального супа нигде найти. Да и кое не могу найти. Решила заказать уже на Валберис. И, как видите, две пачечки мы уже съели. Так. В наборе было 5 упаковок горохового супа. Значит, со вкусом копчености. От Профессионал Кичин. От Кулинара. Это такие быстрые супы. 30-35 минут и готово. Я варю обычный суп. На бульончике хорошем, домашнем. Естественно, туда добавляю такой горох. Это 355 грамм каждая пачка. Мне на один суп ушло сразу две пачки таких. Ничего особенного не почувствовала. Обычный горох. Знаете, у меня такое ощущение, что он был перемолот. В кофемолке порошочек. И там что-то добавлено. Капелечку соли. Капелечку еще чего-то. Ну и все, в принципе. Тоже какая-то цена 100 с чем-то рублей за этот набор. Или 200 рублей. Что-то я уже не помню. Неплохие супы. Я не скажу, что они особо вкусные. Ну, кому надо, возьмите, попробуйте. Ну, вкусный суп-то получился однозначно. Но дело в том, что я что-то ожидала здесь нечто другое. Мне больше все-таки, наверное, нравится, когда хлопья гороховые плавают. Нежели порошок этот дробленый гороховый. Потому что порошок я и дома сама намолочу. И добавлю в суп. Мне хотелось хлопьев со вкусовыми вот этими добавками. Ну, мы любим для разнообразия вот такие гороховые супы. Ну, копчености я тут вообще никаких не почувствовала. Так что копчености здесь не ищите. Копчености добавляйте сами самостоятельно. Далее кофе. Кофе вот такой. Натуральный жареный молотый с ароматом ванили. Мягкий кофе с приятным сладковатым вкусом и легким ароматом французской ванили. Состав кофе натуральный жареный молотый и ароматизатор. Средняя обжарка 200 грамм в упаковке. Был 200 с копейками рублей этот кофе. Естественно, я тут пару чашек выпила. Вполне вкусный кофе. Мне понравился. Ваниль здесь не ядовитый, не ядреный, не тошнотворный. Приятный. Во вкусе ее нет. Это ароматизатор. Аромат приятный. Нам говорят, что здесь итальянские традиции. В ассортименте у этого продастся много кофе с разными вкусами. Обратите внимание. Можете выбирать. Я выбирала, выбирала. И все-таки восстановилась именно на ваниль. Нам не пожалела. В Санкт-Петербург у нас изготовитель. Готовить его можно везде. Это молотый кофе. Для любых, по-моему, кофемашин, наверное, он подходит. Для рожковых точно подходит. Для турки, естественно. Так, вот так заглянем, что там. Вот такой кофе. Ничего такого особенного. Также ищем пачка кофе, которую я тоже заказала. Вот такая красивая, аппетитная пачка. Целый килограмм уже в зернах. Кофе натуральный, жареный, фреш, рост. Как-то так, наверное, называется. Демарка со средней обжаркой. Такая красивая солидная пачка. Килограммовая. Нам пишут, что это свежеобжаренный зеленовой кофе Демарка. Создан специально для ценителей качественного экспресса и капучино. Кофе Демарка включает в себя лучший купаж из отборных зерен робуста, арабики. Также линейки представлены 100% высококачественной арабикой робуста. Это они рассказывают про свою продукцию, не именно про этот кофе. Идеальный кофе для тех, кто хочет взбодриться с утра. Здесь же написано. Купаж, состоящий из отборных сортов кофе из Юго-Восточной Азии. Средней обжарки. Мягкий, ароматный, благородный, кислинкой, истинно кофейной горчинкой. Ну, под карточкой продавца написано, что это 100% робуста. Вот. 600 рублей всего цена. Низкая. Думаю, ну возьму за 600 рублей чистую робусту. Ну, что, давно не покупали. Обычно либо в смеси. Ну, либо мы покупали и не знали, что это робуста. Не такие уж мы знатоки, что прям кофе от кофе отделять. Не читая названий. Самые зерна кофе вполне хорошие. Ни битые, ни пыль. Все хорошо и чисто, и блестяще. Очень ароматно пахнут. Даже через несколько упаковок уже издавался запах. И прям в пункте выдачи я почувствовала вкусно пахло кофе. Я его смолола, приготовила. Хороший кофе. Достаточно, знаете, гидрионы для меня. Для экспресса она хорошо, замечательно просто подойдет. Не могу сказать, что он с мягким вкусом. Мне показался жестковатым. Ну, это, знаете, я выпила только одну чашку. Считаю, что вполне нормальный, достойный кофе за такие деньги. Кто хочет сэкономить, попробуйте. Лично по моему вкусу мне показался жестковатым. Но нет у него партийной горечи и кислинки я не заметила. Это для меня прям самое важное. Ну, на этом уже сегодня все. Все мои покупки. Надеюсь, видео мое для вас было полезным, интересным и развлекательным. Все нужное, полезное, необходимое и шикарные, красивые масочки. Ой, я прям вообще не могу. Мне реально поднимают настроение. Всем пока. Спасибо за просмотр.